Дорогие слушатели, давайте заглянем к нему в голову, к ему в мысли и посмотрим, что он вообще о вас думает. Я буду делать индивидуальный для всех знаков в конце расклада на картах Таро, Райдер Вейт Смит. А начну с того, что буду раскладывать для вас испанские карты. Испанские карты, они немножко отличаются от Таро. В принципе, это Таро, но немножко специфичное. Интересный очень Таро. Итак, мы рассмотрим его, вашего короля. Если здесь будет король, который не похож на вашего короля, и у вас трагическая с ним ситуация, которая совсем тупиковая, здесь может быть показан новый король. Этот расклад для всех, независимо от вашего возраста. И независимо от положения, в котором вы себя сейчас нашли абсолютно. Потому что каждая карта, она переваривается с вами особенно. Итак, ваш король. Сейчас я буду делать просто предиагностику. Он сразу вышел. Он сразу вышел. Вот это король чаш. С одной стороны, семерка меча. О, какая карта серьезная. А с другой стороны, это тройка жезлов. Как здорово все выходит у него, да? Тройка жезлов. Тройная сила мужская. Тройная мужская сила. Я потом вам немножко опишу семерку меча, когда я выложу больше карт. У него какая-то тройная сила мужская есть в нем. Смотрите. Он принесет вам какие-то деньги. Он хочет вам принести деньги. Мы узнаем, что у него в мыслях по этому раскладу. Потому что расклад обычно показывает то, чего он даже сам не знает. И видно, что он согласен или готов принести вам какие-то большие деньги. Рыцарь всегда... Второй это не только вестник, но это тоже профессионал. Он всегда имеет и лошадь, и латы иногда имеет, и меч. А это все символические признаки того, что у него есть какие-то инструменты профессиональные. То есть он что-то умеет делать специфично, особенно. И видно, что этот человек, он имеет профессию в руках. Ваш король чаш, вернее король любви, он имеет профессию в руках. И он знает, что было бы неплохо для вас работать. Вот карты гадают, конечно. Вы видите, пентакли опять вышли. Шестерка пентакли это его желание идти за деньгами. То есть это его желание сделать все необходимое, чтобы деньги были у вас в паре. И они будут. Шесть это значит будет. Эта карта удачная очень. Шестерка прекрасная карта. У вас обязательно будут деньги. У него какая-то тройная сила. Он энергетически не истощаем. Кстати, сильный мужчина может быть физически, имеет хороший мышечный тонус. Он может зарабатывать это без сомнения. Тройка жезлов. Тройная сила. Тройная сила. И тоже у него очень много любви к вам. Очень много. Пятерка чаш говорит о его несомненной любви. У него к вам очень много любви. Он вас любит сильно, потому что четыре это вот такая, знаете, как бы впился в вас своей кожей. Но средняя чаша тоже говорит, что он готов на какие-то новые дела для вас. Он готов ваши отношения продвигать на какой-то новый уровень. Это десятка меча. И в этой колоде интересно, что женская карта, да? Все десятки женские карты. Вот смотрите. Десятка меча. Он, знаете, он боится открыть вам сердце. Он почему-то думает, что вы скажете то, что он уже от вас слышал однажды. И это его опечалило то, что он слышал от вас. Потому что, ну, вы сказали вот о нем то, что действительно задело его заживое. То есть вы сказали правду о нем. Я хочу больше информации о семерке меча. И вышли две карты. Хотя я хотела одну взять. Здесь вы, женщина, которая сама может заработать. Женщина, которая сама может заработать. И двойка меча мне говорит о том, что спор или недоразумение произошло из-за того, что вы не могли найти общий язык касательно какой-то материальной сферы. Либо, может быть, родители вмешиваются. Он хотел дать им денег, может быть. Либо его предыдущий брак с детьми. Что-то там связано с деньгами и роднёй. С деньгами и роднёй. И вы тоже много денег вкладываете в отношения. Вы и он вкладываете много денег в отношения. Это не только его деньги. Вы тоже зарабатываете. И вы зарабатываете не меньше его. Ну, конечно, он считает, что его слово последнее. Тройка меча. Здесь говорит о том, что у него ещё есть на вас какая-то грач. То есть обида. Грач – это такая обида, которая давно, да, как бы немножко... Не только обижается, но и вот хотел бы немножко уколоть. Может, тем, что он и не общается сейчас с вами. Это не то, что он не хочет сообщаться, потому что я вижу, что он вас любит. Пятёрка чаш об этом. Он хочет возобновить отношения. И, безусловно, любит и понимает, что он должен вносить больше лепту, особенно материальную. Кстати, вот очень обидно, что во многих странах, вообще практически во всех, даже у нас в Канаде здесь, кстати, мужчина получает больше денег за ту же работу, которую делает женщина. Видите, ещё дискриминация очень сильно идёт. Очень-очень сильная дискриминация полов. И, к сожалению, мы, женщины, это знаем, да. Мужчина может пользоваться этим, и как бы в отношениях он чувствует, что он приносит больше. Но это не то, что он лучше умеет делать работу или ещё что-то. Просто ему платят больше, потому что он мужчина и так далее. Вот напишите мне, кто тоже в ваших странах так. Потому что даже у нас, хоть и Канада, она экономически сложная страна. Но что касается прав человека, она одна из передовых. Но, тем не менее, вот такое ещё отношение, да, неравноценное к полам. Давайте я сейчас свернусь. Вот и тройка меча как раз об этом. Вы обижаетесь на то, что вам платят меньше, потому что вы женщина. Хотя работу вы свою выполняете идеально и намного профессиональнее, чем многие мужчины. И ваш мужчина тоже чувствует, как будто вы ему должны там в доме убрать, всё сделать, потому что вы женщина, вы как бы меньше денег приносите. Но у многих пар, кто сейчас смотрит, у многих, вы приносите в любом случае столько же, сколько он, видите, так оно и есть. Столько же, сколько он или даже больше. И я очень рада увидеть, конечно, здесь туз-чаш. Туз-чаш говорит, что всё начнет меняться со знаком плюс. Туз – это новая сила в ваши отношения, это новая возможность быть с ним вместе на новом уровне. Вы знаете, как интересно бывает, мне мои слушатели рассказывают, что вроде бы и не звонил. Как только расклад стал идти, заявил о себе. Бывает так, если, когда я делаю расклады, вы знаете, мы же люди все как квантовые частицы. А как у квантовых частиц получается? Вам даже физик скажет, что квантовые частицы себя чувствуют друг друга, даже если на расстоянии. Так вот, то, что вы на него смотрите на картах, и особенно, что вы смотрите на него созидательные, такие положительные расклады, да, он это чувствует, он о вас думает, он хочет вернуться в отношения, он хочет вернуться, чтобы забылись эти все мечи. Сейчас вернёмся к семёрке меча, и она вышла, конечно, возле него, как вы помните, следующая карта, да. Она говорит, что где-то он, конечно, пытается исправить то, что сделано не так. Он вообще такой герой романа, который типа работает над собой, да. Ну, такой жёсткий немножко к себе и к окружающим, жёсткий, несмотря на то, что у него сердце много любви. Ну, эта жёсткость, она приобретённая. Как мужчина как бы себя чувствует, если он будет жёсткий внешне, он думает, он женщинам будет больше нравиться, его будут больше любить, он будет больше иметь мужской энергии. Но мужчины эзотерики нет, мужчины не эзотерики часто, да. Ну, или, ну, не знаю, меня учил настоящий эзотерик, так что я знаю такую информацию, что многие не знают. Меч, кстати, это женская карта, потому что это холодный металл, да. А Пентакль это мужская карта, это горячий металл, который уже сплющил кузнец, а кузнец это суть алхимик. Вот так вот, он не понимает, что будучи таким жёстким мужчином, он на самом деле, на самом деле, мужскую энергетику не транслирует в мир. Он может быть жёсткий внешне, он может быть пока что, думает позвонить, не позвонить, прийти, прийти по двойке мяча, прийти кому к вам, он думает, ну вот она мне сказала, что она вот и так зарабатывает достаточно, она что хочет, что будет делать, вот это его слова, да, он сам с собой в разговоре таком. И пока он с собой в разговоре таком, его любовь становится к вам всё сильнее, потому что туз, чаш именно о его любви к вам. И пятёрка, чаш, конечно, тоже. Здесь я вижу пятёрку жазлов, как мы уже видим две пятёрки. Если вы помните на классическом Райдер Вейт Смитс, Таро, там пятёрка, чаш, такая ситуация, да, когда друг другу нельзя просить обиды. Человек повёрнут, стоит в чёрном плаще, повёрнут в сторону трёх чаш, где разлита жёлчь и кровь, то есть пребывает в прошлом, которого уже по сути нет. И не знает, что впереди, когда человек как бы повернётся в 180 градусов, его ожидает две совершенно великолепные чаши, наполненные любовью, заботой друг о друге, а там ещё и золотая дорожка, через мостик, на новый замок, а замок недостроенный. Есть ещё работа, есть ещё работа у нас на этой земле, достраивать замок, вот по пятёрке чаш есть работа, достроить замок, привести в порядок дела, вырастить детей, или если нет детей, это дом хороший с друг другом. И вот пятёрка чаш, что же об этом? Это хорошая, кстати, карта, это не такая борьба, которая деструктивная, а это конструктивная борьба. Последний спор, вы думаете, он был деструктивный? Нет. Последний спор был очень конструктивный, потому что даже на Райдер Вейс Смэс Таро, те люди, они не в споре находятся, а каждый находит себя путём того, что он видит, как он выживает с другими людьми. Если пара спорит, это не значит, что пара разойдётся. Наоборот, пара, которая вообще никогда не спорит, это равнодушные друг другу люди. Как моя соседка итальянка, мудрая женщина, говорит, что если он и она не ссорятся, что-то ненормально в паре. То есть люди должны, конечно, путём того, что они говорят друг другу, чего бы они хотели для себя, видеть истину, потому что если есть любовь, каждый из партнёров услышит другого, услышит другого. И любовь это дать и взять, да. И туз-чаш об этом. Любовь это дать и взять. И ещё будет между вами счастье. Все карты об этом говорят. Абсолютно все. Да, он себя чувствует ещё таким. Задет за больное самолюбие. Его задели за больное самолюбие. Задел кто? Ну, когда вы поссорились, может быть, когда-то вы его задели за больное самолюбие. Но мы ведь тоже помним, девочки, как нас задели за больное самолюбие. Мы очень помним, особенно как наши мальчики себя вели, когда мы рожали детей, да. Первый год жизни. Мы очень-очень-очень всё помним, потому что мы были тогда вольны, рабл, очень ранимые. Так что и вам есть что сказать, правда, ему. И он это знает, уже вот эта боль отступает. Мало-помало у него. Ещё две карты. Вообще, что он думает о вас. А что вы очень бережливая женщина, слишком бережливая. С одной стороны, ему это очень нравится, потому что он не видит вообще у вас никакой меркательности, наоборот. Наоборот, он видит, что ваша бережливость, это вам плюс большой, что вы действительно себя не ставите на пьедестал. А вы очень справедливый человек. Четвёрка Пентакли, это очень хорошая карта. Это вообще сила. Это сила огромная. В Пентаклях это ценности между вами. Вы друг друга взвешиваете и находите ценности друг друга. Но ведь тоже вы будете идти дорогами ценностей, потому что две ноги прижимают Пентакли. Но я радио смыслом рассказываю, что здесь тоже есть энергетика, конечно, этого Таро. И в сердце у вас есть ценности его, а у него есть ваши. Вы так прижимаете к себе Пентакли. И в голове тоже есть желание строить дом. Это всё я читаю четвёрку Пентакли. А сейчас мы посмотрим ещё, что он думает о вас вообще. Да, вообще просто, что думает о вас. Что вы королева любви. Ну, понимаете, это десятка, конечно, чаш, но в этих картах нужно знать, что эта женская карта, да, это не совсем паш, а здесь ещё есть женская энергетика, такой игривости. И он знает, что вы его женщины любите. Чуть двину, чтобы они симметрично лежали. Когда делаешь расклад, Вселенная его видит. Ведь Вселенная считывает, а я просто вам перевожу. Я энергетику славливаю, которая идёт. Вселенная всегда должна видеть геометрию. Всегда-всегда. Это очень важно, чтобы была геометрия в раскладе. Поэтому я их трогаю, поправляю всё время. Я когда карту трогаю, поправляю, мне идёт новый поток. И пальцами чувствую его. Вот. И я очень рада, что вы вышли в трёх ипостасиях. Это как десятка пентаклей, десятка чаш и десятка меча. И, конечно, это можно сказать, что паш или принцесса, можно сказать, да, всего этого. Вы уже здесь в трёх ролях. Он некоторые роли ваши ещё не принимает. Он должен научиться принимать ваши роли. И даже если он не смотрит, этот расклад будет влиять на него, когда вы смотрите. Я уже только что сказала, ещё хочу повториться, что здесь срабатывает особая алхимия эзотерическая, которую уже учёные даже доказали. Квантовые частицы, которые относились к одному целому, когда они разделены, они всё равно чувствуют друг друга. И если между вами была близость, или даже близость сексуальная в голове была, это то же самое, что вы не делаете, на него тоже влияет. Понимаете? Поэтому он тоже сейчас с вами смотрит этот расклад. Безусловно. Он чувствует, он чувствует его, да. И я... Это как вызов мужчины. Я теперь вижу, что он не все ваши роли принимает, а он должен принять все ваши роли. Потому что мы люди разные, мы можем играть разные роли. Психическая болезнь тогда, когда человек застревает в одной роли. Понимаете? А он хотел бы, чтобы вы застряли в роли любимой. Десятка чаш. И иногда он позволяет вам войти в роль Пентакли, то есть женщина, зарабатывающая, бизнес-вумен. Иногда только позволяет, но он прозреет, безусловно. Иначе не было бы таких хороших карт здесь. Вот. Но роль десятки меча он не очень-то вам позволяет. Он сразу показывает свою мужскую силу, власть над вами. Это тройка жезлов. Сразу показывает, что он... Кто здесь в доме хозяин? Я мужчина, да. А потом он сразу говорит, ты мне сердце разбила, ты мне надоело, все, да. Вот. И так далее. То есть здесь он как бы выступает немножко в защитную функцию, становится, когда вы показываете ему, что у вас тоже есть меч, не трожь. Меч это не мысли. Нет, это не мысли. Мысли есть во всех картах. Меч это проблемы. Когда вы ему создаете проблемы, да, когда... То есть вы ему создаете проблемы, говорите свою точку зрения, логически доказываете эту точку зрения, тогда он начинает возмущаться. Может начинать возмущаться. Четверка чаш. Четверка чаш, замечательная карта, конечно. Замечательная. Здесь речь о том идет, что он, конечно, ваш мужчина, да. Ваш мужчина. Дорогие, могу сказать, что это может быть фильм вашего будущего с мужчиной новым, понимаете. Это для тех, у кого нет мужчины, например, так может случиться. Или у тех, у которых полный тупик. Вселенная сама знает вас, вашу ситуацию, вы сами себя. Знаете очень мало, на процента 3-4. Вы подсознание свое вообще не контролируете. Никто из нас не контролирует. Для этого мы смотрим, читаем по картам. То есть вселенная знает, это ваш новый мужчина, это ваш мужчина, которого вы еще любите и хотели его назад. Либо же это, если вообще невозможно, это новый мужчина может быть. Так что здесь вариант обязательно новое кино, новый фильм, который сейчас делает ваше подсознание, фильм будущего, он со знаком плюс. Еще добавлю одну карту. Ну, смотрите, сила дается. Мощнейшая сила дается, конечно, семерка жезлов. Он поборется, поборется с вами. И это, знаете, милая, ссорится, только тешится. Это из этой оперы. Этот расклад. Он поборется, поборется и вернется к вам. Замечательный расклад. Он, вот этот самый главный уровень, вот этот, смотрите, он пока взвешивает ваши свои ценности, он совсем согласен, но вот внешне не хочет признать. Потому что мужчина же, да, вот эта гордость, навязанная ему еще, не знаю, с детства или по поколениям. Потому что он знает, что вы правы по шестерке Пентаклей. Он стремится к вам. Он, кстати, зарабатывает сейчас для семьи, наверное, будущей вашей. Он стремится к вам. Будет свидание с ним и ценное свидание, потому что рыцарь Пентаклей это свидание, которое сделает так, вот оно будет знаменательным, что ваши отношения станут глубже и крепче. И пятерка, чаш, я уже сказала вам ее магическую силу, нужно ее развернуть в 180 градусов и тогда она будет со знаком плюс. Плюс еще здесь двумя картами подкрепляется, что сила в ваших отношениях есть, будет новое начало и будет новый виток. Через какие-то, знаете, переживания вы добьетесь нового витка. Переживание заканчивается. Он вас просто должен признать, пока здесь я вижу три роли, а вообще самое меньшее, сколько человек должен проживать, это семь ролей. Каждый день мы должны проживать семь ролей, семь таких архетипичных ролей. Я уже говорила об этом. Менять свои роли, менять свои маски это признак психического здоровья. У меня есть на предыдущих видео, посмотрите, пожалуйста, что это за роли, это архетипичная астрология. Так что между вами пока еще недопонимание, но в мозгу, в голове у него уже полное понимание. Смотрите, какие хорошие карты в голове. Он вас любит, десятка чаш, он вас желает, конечно, карта жезлов, он считает вас ценной, женщиной, постоянной, четверкой шесть, постоянной, и еще и четверка чаш, ну вот, он не мыслит себя без вас, в вашей паре есть продолжение, безусловно. Я сейчас возьму Таро, и мы посмотрим по знакам Зодиака, как я и обещала, по четырем стихиям, здесь будет просто вам совет, к какой стихии вы относитесь. Прежде всего по Солнцу, но, конечно, если у вас тоже в этих знаках есть другие планеты, особенно Венера, Марс, Луна, ну и, естественно, Асцензин. Смотрите по любым этим параметрам. Огненные знаки, вам совет. Ой, это прелесть какая, это прелесть какая, дорогие мои, конечно. Когда выходит тут Пентакли, видите, все цветет. Да, нужно немножко почистить этот фенс из цветов, он немножко дикий, то есть вы давно уже не находили общий язык, но будете находить. Лилии, это его чистое намерение, здесь дорога, это буквально какая-то арка свадебная. И Пентакли, это по цен, по-новому он будет вас видеть, новые ценности у вас найдет. Ну, конечно, это продолжение будут, продолжение отношения. Вам совет, вот какой совет, нужно в нем увидеть силу, в нем сила есть, положительное что-то. Дорогие, если ваш муж пьет безнадежно, или же он ушел давно, да, это не об этом, здесь тогда будет новый человек просматриваться, понимаете. Я имею в виду, когда есть какие-то погрешности и что-то можно исправить, тогда вот высшие силы говорят, что да. Говорят, да, либо же новый человек проявляется. Дальше смотрим. Следующие знаки по зодиакальному кругу, это земные знаки. Я на каждом своем видео говорю, что это за знаки, наверное, вы уже знаете. Это карта башни, конечно, сложная карта, что там говорить. Карта башни сложная, я ее здесь оставлю. Ну, давайте о ней немножко порассуждаем, земные знаки дорогие. Вы очень глубоко, конечно, восприняли этот скандал, и вы теперь смотрите на человека, который вряд ли к вам сможет прийти. В этом раскладе готовится вам новый человек, новые отношения. Вам нужно обязательно оставить в прошлом то, что от себя отжило, потому что десятка меча это неплохая карта. она говорит, она может быть со знаком плюс, здесь есть заря, желтая. Только в том случае, если вы оставите все предыдущие девять нумерологических цифр от одного до девяти во вчерашнем дне, и десять это новое начало, не берите в новые отношения старые обиды и старую энергетику, и тогда вы не будете наступать на те же грабли. Видите, как вам сегодня земные выходят, буду третье еще брать. Вы еще будете любимы. Скорее всего, земные знаки для многих здесь это то, что вам нужно отпустить те отношения, на которые вы пробовали смотреть, потому что я не приветствую, загадаю, сильно-сильно подумаю, сильно постараюсь, сильно сконцентрироваться. Это все ерунда. Высшие силы не дадут ответа. Только когда как будто не преднамеренно, как будто между прочим, как будто понарошку смотрите, только тогда высшие силы в раскладах выправляют вашу ситуацию. Потому что что если высшие силы показывают новому мужчину, а вы так сконцентрируете на тот, который бьет и пьет. Что? Понимаете меня, да? Так что у вас земные знаки еще будет любовь. Теперь смотрим третью стихию по зодиакальному кругу, это воздушные знаки. Вот смотрите, это, конечно, та ссора, которая здесь показана, это пятерка меча. и она показывает, что сейчас пока идет утихомиривается все, идет примирение. Конфликт уже ушел. Кто-то из вас пострадал и отвернулся, кто-то из вас не знает, какую сторону занять, если это конфликт, там три человека, может, мама его задействована, или дети ваши, да? Или, может, его бывшие, или ваше бывшее. А кто-то, скорее всего, вы, вот здесь впереди, больше воевать не нужно. Вы сложили меч, вы сложили, два меча уже больше похожи на косу созидательную, они у вас на плече, и третий меч буквально вы в землю вонзили, больше не хочу воевать, я вижу, что толку в этом нет никакого. Итак, дорогие воздушные знаки, еще одна карта. Колесница. К вам мчится что-то новое, что-то новое мчится, и вы сами очень сильно волнуетесь. Конечно, колесница карта волнений, карта немножко опасного положения, когда вы мчитесь, очень хотите победить, очень хотите мужчину вернуть. Для вас это вопрос жизни или смерти, вернуть мужчину. Карта имеет в себе вот и то, и другое, позитивную, и негативную коннотацию, поскольку сфинс, конечно, один черный, один белый, тянут в другие стороны вас. Ваши мысли тянут вас в разные стороны, как бы расщепляют вашу психику. Смотрите, у вас еще есть потенциал в ваших отношениях, еще может все выправиться, потому что тройка пентаклей карта очень созидательная. В этом раскладе было много, много троек, много созидательных карт. Сейчас я буду брать для водных знаков, для водных знаков, вот мы эту карту возьмем, возьмем. Ну, смотрите, вы его очень желаете, очень-очень желаю, подвину немножко, чтобы здесь место было. Вы его очень желаете, этого мужчину, очень желаете. Он для вас король жезлов, очень страстно вы его желаете, на физическом уровне, очень страстно. Вы буквально посадили на трон вместо себя. никого нельзя садить на трон в своем космосе. Ваш космос, даже ему есть вход только несколько секунд, да, а так вообще нет. Он у вас слишком плотно сел в середине вашего космоса, и вы сами себя отправили на периферию. Но стоит ожидать от него нового шага. На самом деле эта карта, она похожа очень на туз, чаш, видите, вот так закрываем. вам дается подарок обновления отношений. Вы вспоминаете прошлое, хорошее тоже вспоминаете, вспоминаете хорошее, но вам дается подарок обновления отношений, того, что у вас еще будет все прекрасно, все выравняется, все будет очень хорошо. Вот такое было предсказание и тоже для всех знаков. Вот такая моя методика, и она очень сильно работает, потому что когда я делаю по стихиям, стихия, это суть важна, на некоторых своих видеох я объясняю немножко побольше, потому что те знаки, которые относятся к одной стихии, они обладают самым главным, а это квалификациями, суть эзотерически, алхимическими, например, огненные знаки, они сухие и горячие, да, водные знаки, они влажные и холодные, понимаете, в земные знаки, они сухие и холодные и так далее, то есть это не то, что вы холодные или горячие, нет-нет-нет, это совсем другой уровень, совсем-совсем, это квалификации вашего внутреннего состояния, которое вы даже никогда и не знаете, но вот это внутреннее влияет на, так какими усиками, усиками ваши нейроновые связи в мозгу находят себе выход, выход и счастливое будущее, поэтому по стихиям очень мощно, именно индивидуально мы смотрим по стихиям для вас, что же касается первого варианта, без вариантов расклада, он показывает тенденции, он показывает тенденции и он всегда показывает правду, такой мой метод, я вам немножко рассказала здесь, немножко всегда рассказываю, по чуть-чуть, потому что мой метод, он очень многогранный, трудный, сложный, и вот так, ну не расскажешь весь, конечно, сразу, а теперь я хочу пару слов сказать о том, что такое дружба с ютубером, когда ютубер дружит с вами, он, конечно, хочет дружить со всеми, поэтому делает расклады, то есть, ну если он эзотерический ютубер, или же вообще делает видео, то есть я со своей стороны сделала видео, и это мое действие, как ютубера для дружбы с вами, если вы хотели бы со мной дружить, это подписка на канал, так что всем, кто хочет со мной дружить, подписывайтесь на канал, таким образом вы будете знать дорожку в мой дом, и будете приходить в гости, я буду очень рада, вот, дальше еще, конечно, можно поставить лайк, если это для вас психическая, такая психологическая магия, которая действительно может выводить из сложных ситуаций, может показать вам дорогу в будущее, вы делаете со мной каждый день фильмы вашего будущего, мозг делает фильмы из всего, буквально, из всего-всего, так вот, мои расклады всегда положительные, то есть это положительный фильм будущего, понимаете, гадание может быть очень вредное, очень вредное, будьте осторожны с ним, если я вам действительно помогаю, вот для вас такая терапия, можно мне иногда пожертвовать на развитие моего канала доллар или два, это легко сделать на моем сайте, и там же получить от меня в благодарность кое-какой материал интересный, сделайте это, если это вам в кайф, но если не в кайф, пожалуйста, не волнуйтесь, или если у вас нет на это возможности, общие расклады, они тоже работают вот таким образом, и всегда-всегда работают, я работаю только в общем доступе, это моя квалификация такая, всех вас очень люблю, и мы увидимся с вами буквально завтра, пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok